День филолога День филолога День филолога День филолога из огромного моря, океана человеческого слова высадить, найти то, наверное, что скажем так, наиболее яркое, что с помощью этого слова выражается, наиболее наиболее живое, может быть. Но, разумеется, филология этим не ограничивается. Есть еще огромный ее раздел, который называется языкознание. Как известно, язык напрямую связан с сознанием, и, на мой взгляд, изучая какой-то другой язык, изучаешь какое-то другое сознание. Так, это позиция у нас студента. Ну, а что скажет преподаватель? Александр предложил одну из таких важных функций филологии как ориентацию в культурном пространстве. То есть, филолог, тот человек, который действительно из всего корпуса текстов на русском языке, ну, русский филолог, способен выбрать наиболее качественные, способен сориентировать читателя в этих текстах. То есть, выстроить какую-то определенную иерархию, и это весьма актуально, особенно сейчас, потому что сейчас пишут фактически все, и мы можем легко, зайдя в любую социальную сеть, найти огромное количество писателей, различных фан-сообществ, и везде люди пишут, везде люди хотят высказываться, и вот, ну, по сути, одна из функций филологии, это вот ориентация современного человека, потребителя, в таком словесном культурном пространстве. Но если говорить о филологии именно как о науке, о фундаментальной науке, она, на мой взгляд, такой, несомненно, является, вот, то, конечно, отдельный разговор это разговор о природе языка, в принципе, о том, как человек мыслит, потому что это напрямую связано с тем, как он владеет языком, с тем, как, каким языком он владеет, и это, естественно, сейчас с таким основательным уклоном почти всех гуманитарных наук, вот такую биологическую, антропологическую сферу для филологии это крайне важно, поскольку, как бы это сказать, поскольку именно те люди, которые знают, как устроен язык, в общем-то, могут и для антропологии, и для биологии многое сказать. То есть, вот, одна из важных задач современной филологии это встроиться вот в такую фундаментальную течение даже естественных наук. А с другой стороны, филология, как наука, которая занимается изучением литературы и художественных текстов, по сути, должна заниматься изучением общества и изменений общественных, и поскольку художественный текст это, наверное, самые показательные такие документы, по которым вот какие-то глобальные, существенные общественные изменения можно проследить. Хорошо, спасибо вам за ваше мнение и за вашу позицию, но вот тем не менее, правильно ли я понимаю, что вы сейчас учитесь на филологическом факультете, вы его закончили? Да. Вот почему выбор Александра ваш пал на именно этот факультет? Чем он вам понравился? Подавал документы на журналистику, не взяли. Пошел на филологию. Так. Ну, не жалею, что пошел, потому что это действительно оказалось очень интересно. Вообще, если бы сейчас предложили идти на филологию или на журналистику, выбрал бы, наверное, филологию все-таки. Вот. Широкий простор для научных исследований. Ну, также нравится, в общем-то, то, что для этих исследований не нужно такой большой материальной базы, как, например, для исследований в биологии. Вот, мне кажется, человек, который закончил филологический факультет, ну, 99% из стопа идет все-таки работать по профессии, да? Вот вы закончили факультет, выбрали профессию. Вы считаете, сегодня вы себя реализовали? Ну, на данный момент думаю совершенно точно. И филологический факультет и филология дала мне большое подспорье в этом деле. Ну, главным образом, наверное, даже не какими-то там конкретными, специальными навыками, сколько выстраиванием такого определенного образа мысли, образа поиска информации, отношения к информации. и получается, что долгая, плодотворная работа с текстами, она работает на благо любого человека. Конечно. Но все-таки есть ли у вас ощущение, что гуманитарные науки сейчас перестали пользоваться доверием общества, вот особенно на фоне бешеной моды информационных и компьютерных технологий? Как вы считаете, Александр? Не знаю, не сказал бы. Ну, правда, где-то вот я слышал выражение, что куда податься современному человеку, историю переписывают, психология не выдерживает объективной критики, а филология высосана из пальца. Не знаю, не сказал бы, наоборот. Скорее, это наоборот науки, в которых как бы никогда нельзя поставить точку в исследованиях. Вот. Вообще сейчас профессия филолога котируется? Знаете, это очень сильно зависит от общества, от экономической ситуации, от политической ситуации. По-разному. Она котируется, но в разных обществах. По-разному. И вот если еще вернуться к тому вопросу, который вы задавали про гуманитарные науки, на мой взгляд, я вот не соглашусь с Александром, мне кажется, гуманитарные науки вообще по всему миру в очевидном кризисе. И кризис связан с тем, что гуманитарные науки в принципе, в отличие от естественных, очень сильно зависят от власти, от взаимоотношений с властью. потому что, ну, условно, если доказана там теория гравитации, то физику совершенно безразлично, что по этому поводу думают властные структуры, кто-то еще. Потому что гравитация есть и есть. И как бы там, кому бы там было бы или не было бы выгодно, чтобы гравитации не было, это никаким образом на ее наличие не влияет. А с гуманитарными науками все значительно сложнее. Вот, собственно, Александр сказал, что историю переписывают. То же самое может происходить и филологией, потому что очень многое зависит от того, какого писателя вы называете великим. И это, на самом деле, очень сильно зависит именно от власти. Кому-то важно назвать таких писателей великими, от именно классической литературы назвать, как в нашем случае с нашей русской литературой, литературу девятнадцатого века по каким-то определенным причинам. И здесь филология и гуманитарная наука очень сильно зависят. То есть они вынуждены подстраиваться. Очень многие ученые подстраиваются под навязанные какие-то иерархии, навязанные ценности. И получается, что если Пушкин великий, то ты филологию с большим трудом можешь утверждать обратное, ну или хотя бы оспаривать это. Это в филологии, а если брать там историю и другие гуманитарные науки, то там все еще значительно сложнее. хорошо. Ну хорошо, а в чем вы видите выход из этого кризиса? Ну, как мне кажется, главным выходом будут изначальный отказ от филологии, от выстраивания любых иерархий, от навязывания ценностей. То есть нельзя говорить, что есть какая-то великая литература, а есть сиюминутное, пустословие, бренное, суета и все остальное. На самом деле для филологии и для ученого и то, и другое является супер важным, супер интересным объектом исследования. И вот то, что можно там назвать суетой, какой-то каким-то неважным, все тексты, которые сейчас канули в лету, допустим, они могут об эпохе, о людях сказать гораздо больше, наверное, чем даже те, которые назвали важными и великими. Спасибо. Давайте порассуждаем на следующую тему, рок-поэзия. Вот расскажите, пожалуйста, об этом современном направлении филологии, кто такой поэт Егор Летов и вот как раз вас он интересует, расскажите, почему. Рок-поэзия, наверное, по сравнению с другими направлениями филологии, наверное, одно из самых молодых, поскольку изучает такое явление, которое появилось сравнительно недавно. В нем есть что изучать. Так. Летов, на мой взгляд, создатель одной из наиболее самобытных групп в России, группы гражданской обороны, человек, на котором, в общем-то, завязан такой стиль, как сибирский панк. Тоже, на мой взгляд, явление довольно уникальное. Почему он стал предметом научного моего интереса? Ну, начинал я его слушать, наверное, так же, как и многие другие, просто очень привлекала сила его текстов, энергетика. Ну, и, разумеется, сам человек, он как личность все-таки и его и отправляли на принудительное лечение, и оказалось давление со стороны власти. Тем не менее, он продолжал заниматься тем, чем хотел заниматься. Это заслуживает уважения, разумеется. Но, кроме того, сейчас глубина текстов, на мой взгляд, у него намного больше, чем многих других исполнителей. Разумеется, больше можно изучать. Так, скажите, пожалуйста, вот все-таки рок-поэзия отличный предмет для современного подхода к филологии. Вы тоже так считаете? Абсолютно точно. Если вот опять возвращаться к тому, почему рок-поэзия, как сказал Александр, это явление совершенно недавнее, но, тем не менее, на мой взгляд, уже подлежащее исследованию, поскольку, если оно не завершено, то близко к завершению. Вот. И мы на примере рок-поэзии можем увидеть, как меняется тот или иной культурный феномен с течением времени. То есть, в то время, когда появлялись были первые ростки рок-музыки, рок-текстов в Советском Союзе, это был один рок-поэзия, один принцип существования, это были квартирники, это были такие робкие потуги, группы. Потом был период взлета большого, большой продуктивности, огромного количества групп, наутилуса, там, Алисы, Агаты Крести, все они примерно на рубеже 80-х, 90-х перестроечных. Взлетели и начали совершенно по-другому звучать, совершенно по-другому влиять на общественную жизнь, на политическую жизнь, и попали в совершенно другое пространство. И после этого, спустя там 10-15 лет, в 2000-х годах, рок начал встраивать себя в новую экономическую ситуацию, уже в рыночные отношения, он начал о себе говорить совершенно по-другому. То есть, если мы там в 90-х годах можем слышать, как рокеры там, всем, наверное, известны слова Гребенщикова «рок-н-ролл мертв», а я еще нет, и вот все ощущают себя такими продолжателями того, что уже умерло на Западе, и такими очень много самоиронии в себе, то вот рок 2000-х годов это уже попытка встроиться в историю русской культуры, в историю русской литературы, они начинают заявлять о себе как о настоящих поэтах, и очень легко проследить, как вот в этом культурном явлении филологическом и в текстах отражается изменение самого общества, это очень на мой взгляд любопытно, то есть почему для них когда-то было важно соотносить себя с западным рок-н-роллом, а там в 2000-м им вдруг неожиданно нужно было вот эту державную историю про парадигмы строиться. Вот Александр, хотел спросить вас на недавно прошедшей московской конференции по летому о чем говорили и кто они такие сейчас современные младые филологи? Говорили разумеется о Летове. Главное наверное что из этой конференции мне удалось вынести вообще в чем значение таких подобных мероприятий это в том что через них как бы общими усилиями происходит понимание такого сложного достаточно феномена как творчество Летова который безусловно мне кажется все таки представляет большую ценность для русской культуры что такие молодые филологи я думаю такие же ученые как все другие филологи ну а если вы увлекаетесь творчеством Летова я думаю что без проблем можете воспроизвести какие-то любимые свои вещи кто начнет знаете чтобы посмотреть на какие-то такие самые важные вещи из творчества Летова достаточно открыть современный интернет потому что Летов и гражданская оборона с такими-то текстами формулировками стали просто вот по сути интернет мемами они стали огромным таким основанием для целых пабликов кучи не знаю картинок и всего остального там какая-нибудь фраза допустим вечность пахнет нефтью или там как называют ее в интернете главная алхимическая формула всей русской культуры дедушка Ленин разложился на плесени на липовый мед все идет по плану это все вот эти вот какие-то яркие формулировки они на слуху у современных совершенно не слушавших им и тех летово в свое время и допустим даже никогда не бывавших и не присутствовавших на концептах гражданской обороны вот у современного поколения именно вот эти летовские какие-то формулировки летовские концепты они какую-то бешеную популярность имеют это меня очень как бы удивляет и очень интересует да импонирует наверное да есть что добавить Александр ну в общем-то все сказано ну а что вот чем лично вас заинтересовал почему летов именно стал предметом вашего научного интереса ну скажем так есть какие-то авторы музыканты писатели которых с творчеством которых ты знакомишься и оно тебе как бы просто нравится может быть сам как-то если тоже каким-то творчеством занимаешься как-то на него влияют вот а есть те из них которые влияют на тебя именно как на личность может быть даже сам-то этого не всегда осознаешь но в какой-то момент приходит такое понимание что ну скажем так в тебе есть много от этого вот что такое сип-банк в вашем понимании сип-банк ну как я уже сказал это наверное наиболее уникальное направление в русском роке потому что во всех остальных случаях как бы так получалось ну вот московских рокеров у питерских условно говоря слушали The Cure там и хотели делать так же как The Cure слушали Дио хотели делать так же как Дио тут происходило на мой взгляд несколько не так это явление просто более уникальное потому что как-то так складывалось что в Сибири чтобы заниматься тем чем занимался Летов нужно было и проходить через все то через что пришлось пройти Летову вот и из западной рок вот при всем при всем его большом развитии в нем не появился Башлачев и не появится никогда и Янка тоже ну просто потому что там это не было сопряжено с тем с чем было сопряжено здесь вот так вот да есть комментарии я пожалуй соглашусь и подпишусь под всем что сказал Александр это действительно вот почему творчество Летова допустим приобрело такое определенное фольклорное и современное такое фольклорное измерение именно потому что он изначально был ориентирован на какой-то совершенно уникальный звук который многими даже музыкантами воспринимается как какой-то такой отсталый неправильный грубый небрежный и в поэзии тоже точно так же допустим не знаю какими-то академическими литературоведами это может категорически не приниматься им будет казаться что все что делает Летов это вот какая-то глупость или сниженное что-то на деле он выработал совершенно такой подлинный какой-то извините за слово аутентичный формат разговора со слушателями вообще такой какой-то уникальный именно действительно прям вот как будто русский самобытный русский советский я не знаю вот прям вот слог стиль и поэтому наверное он так и популярен сейчас спасибо хочу задать вам вопрос скажите пожалуйста вот как вы считаете в наше время важно грамотно писать и говорить ну давайте я тогда конечно естественно в любое время грамотно писать и говорить крайне важно поскольку там никакие компьютерные технологии и средства и автоматическое исправление орфографии не спасут поскольку как минимум русский язык достаточно сложен чтобы подставить подложить свинью и подставить подножку любому которому поверят в автоматические все эти программы и грамотно писать и грамотно говорить это ну по большому счету и по сей день просто показатель человека современного встроенного в современную культуру и это никуда никогда не уйдет ну одно дело говорить правильно ставить правильно ударение ну а смс-ку напишу ладно не поставлю запятую и знак вопроса не сочту нужно вот вы к примеру смс-ки когда пишете знаки припинания ставите в смс-ках не ставятся знаки припинания не потому что как-то лень их ставить а просто потому что из-за этого длина смс-ки увеличивается и приходится отправлять уже две смс-ки в мессенджерах хорошо в мессенджерах ну скажем так есть какие-то определенные ситуации в которых ну лично про себя могу сказать что мой стиль общения с одним человеком отличается от стиля общения с другим человеком с одним может быть наоборот как раз более правильно было бы писать как-то наиболее просто может быть по-олбански как сейчас модно вот а с другим наоборот нужно наиболее грамотно вот еще многие просто воспринимают обилие знаков пропинания как менее откровенную речь вот недавно с таким феноменом столкнулся ну может быть но лично мне когда пишут без знаков пропинания я это воспринимаю просто как инсультация грамотности спасибо спасибо вы знаете заканчивая беседу вот нашла в интернете 5 забавных фактов о филологах разрешите я их зачитаю а вы пожалуйста прокомментируйте филолог заметит любую ошибку вот сейчас как раз об этом говорили если ты в его присутствии произнес слово неправильно готовься выслушать лекцию по арфаепе еще бонусом тебе и про пунктуацию расскажет поэтому лучше запомни хотя бы парочку распространенных слов включи туфля граффити так ли это я исправляю только одеть и надеть так это очень сильно зависит от ситуации и в обычной жизни конечно я стараюсь абстрагироваться от своей профессии и потому что это мне кажется мешало мешало просто нормальному человеческому общению вот ну естественно когда работаю то всех своих учеников студентов поправляю никуда от этого не деться а в обычной жизни разговор должен быть непосредственным а подобные исправления они иногда могут повредить непосредственности спасибо второе утверждение филолог живой словарь знает 10 синонимов даже к слову синхронизатор а свое настроение может описать на 4-х вордовских листах только представь какой по объему филолога сочинение на тему как я провел лето вот такой вот факт что скажете Александр опять же смотря какая ситуация мне кажется все-таки лучше выражаться красиво но коротко это точно миф на мой взгляд хорошего филолога красит краткость и точность формулировок а не многословие и склонность к такому пафосному велеречивому слогу вот поэтому это миф лучше подарок филологу книга вот думаешь откуда взялась традиция дарить книги скорее всего именно с филологов все и началось здесь точно не прогадаешь правда есть вероятность что купишь ту книгу которая у вас уже давно есть вот для вас лучший подарок книга ну пожалуй что да книги люблю вы Григорий ну сейчас уже лучший подарок электронная книга а лучше подписка да на какой-нибудь магазин или на электронную библиотеку да конечно ну и последнее спорить с филологами без пали я знаю не приведут тебе аргументы из военной мира тихого дона преступление и наказание ты со своим уникальным личным опытом кроме вряд ли что можешь ответить не знаю знаю не филологов которых очень трудно переспорить так Григорий ну я даже не знаю ну а вы спорить любите? конечно да конечно любая наука строится на споре и на сомнении вот но я не люблю приводить примеры ни из тихого дона ни из военной мира вот потому что мне кажется художественный текст это не не самый лучший вариант аргументации спасибо большое я благодарю вас за интервью ну и по традиции программы хочу предоставить вам вот коротко по паре слов чтобы вы хотели в свой профессиональный праздник возможно пожелать себе ну и конечно своим коллегам Александр своим коллегам сдавать сессию вовремя себе ну тоже разумеется и не терять интереса чтобы всегда это так же доставляло удовольствие чтобы всегда это было интересно спасибо ну я бы хотел всем филологам профессиональный праздник пожелать сохранять бодрость мысли сохранять страсть к науке страсть к языку страсть к литературе и понимать что деятельность филологическая деятельность научная на самом деле напрямую зависит все важные и существенные общественные изменения спасибо вам большое спасибо всем тем кто был сегодня с нами вы смотрели программу Город Эс всего хорошего до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok